Всем привет! Сегодня хочу приготовить домашние лепешки с фасолью. Они очень необычные и вкусные. И первым делом нужно приготовить начинку. Для нее я только что сварила фасоль. У меня было 400 грамм сухой фасоли. Я ее замочила на ночь и просто отварила до готовности. Всю лишнюю жидкость я слила. Вот здесь вот в чашке немножко оставила. Если мне нужно, то буду добавлять. И теперь я беру вот такой погружной блендер. Если у вас нет блендера, то можно фасоль пропустить через мясорубку. Либо просто использовать обычную толкушку для пюре. И теперь я ее измельчаю. Полностью однородную массу я делать не буду. Мне все же нравится, когда попадаются кусочки. Но вы же смотрите, как удобно вам. Теперь сюда к этой фасоли я добавляю 2 большие обжаренные луковицы. Масла должно быть достаточное количество. Сюда же измельченную зелень. У меня укроп, петрушка. По вкусу соль. У меня чайная ложка без горки. Немного черного перца. И подливая совсем понемногу вот этой жидкости от фасоли, буду перемешивать до нужной мне густоты. Вот посмотрите, вот такой густоты у меня получилась начинка. Я добавила грамм 180 жидкости. Но когда она остынет, она станет более густая. Она полностью готова. И теперь я пока ее отставляю в сторону, буду заниматься тестом. Для него я взяла вот такую емкость. Выливаю 350 миллилитров еле теплой воды. Температура примерно градусов 40. Добавляю 1 столовую ложку сахара. Чайную ложку соли. 70 миллилитров растительного масла без запаха. И в тесто я еще люблю добавлять травы, но это совсем не обязательно. Здесь у меня пол чайной ложки приправы хмели-сунели. И все это перемешиваю до растворения сахара и соли. После этого высыпаем сюда примерно половину всей муки. 8 грамм сухих дрожжей. И замешиваем тесто. Как видите, оно еще довольно-таки жидкое. Поэтому дальше продолжаем подсыпать муку и замешивать тесто. Сначала ложкой, ну а затем уже руками. Вот такое мягкое, слегка липнущее к рукам тесто у вас должно получиться. На данный момент у меня ушло 630 грамм муки. Теперь я возвращаю его в емкость. Накрываю и ставлю в теплое место отдохнуть примерно на час. У меня уже время прошло. Теперь я тесто выкладываю на рабочую поверхность, припыленную мукой. И дальше немного подсыпаем муку. Буду месить пару минут. После этого из теста делаем такую небольшую колбаску. И делим примерно на одинаковые части. Я хочу сегодня разделить на 5 частей. Каждую часть подкатываю. И выкладываю вот здесь вот в стороне. Как видите, я тесто прикрыла, чтобы не обветривалось. Теперь берем по кусочку и раскатываем в пласт. Если нужно, то, конечно же, подсыпайте муку. Сильно тонко раскатывать не нужно. Вот видите, у меня примерно где-то 1 сантиметр. Теперь в серединку я выкладываю свою начинку. И закрываем, собирая по краям теста. Вот примерно вот так должно получиться. Откладываем пока в сторону. Я буду вот здесь вот слаживать. И таким образом нужно сделать все остальные. Все лепешки сформированы. У меня уже на плите разогревается сковорода с растительным маслом. И теперь вот здесь у меня в тарелке тоже растительное масло. Я вот так вот смазываю руки. Стол немного. Беру лепешку. И вот так вот хорошо ее разминаю. Диаметр делайте по размеру вашей сковородки. Все. И теперь берем и выкладываем эту лепешку на сковородку швом вниз. Жарятся такие лепешки на небольшом огне с двух сторон до золотистого цвета. И вот таким образом нужно пережарить все. Вот такие замечательные домашние лепешки сегодня получились. И сейчас я их разрежу. Такие лепешки готовятся очень просто. Начинка нравится всем, кто пробует. И я уверена, что вам тоже понравится. Попробуйте сделать и вы. Ну и конечно же обязательно ставьте лайк. И подписывайтесь на мой канал. Потому что впереди еще очень много вкусного.